Эта песня называется «Опиньон». На 8-8-1945, Диэссер декларировал 9-9-й как «Виктория нацистов» за нацистов-инвейдерами. Что для вас означает 9 мая? Ну, это самый великий праздник, который в нашей стране отмечается. Это праздник памяти наших дедов, отцов, которые воевали за нашу Родину и отдали свою жизнь. Обязательно пойдем на мемориал, который находится в городе Луга. А у вас были какие-то родственники, может быть, военнообязаны, которые были в Великой Отечественной? Вы знаете, военнообязанных не было, но я знаю, что мой дед воевал, был награжден медалью. Вот мы его выставили в бессмертный полк, поэтому тоже чтим своих родственников. И финальный вопрос на эту тему. Сегодня утром Владимир Зеленский отменил 9 мая на Украине и сделал 9 мая днем Европы. Что вы думаете на эту тему? Ну, сумасшедшие, что возьмешь. Слова Высоцкого. 9 мая – это очень важный праздник для всех россиян, я считаю. У меня дедушка прошел войну всю, от рядового до лейтенанта, и вообще я был очень достойным человеком. И я преклоняюсь перед подвигом всех наших ветеранов. И вечная память погибшим в ту войну. И чтобы нам не забывать, что такое война, и вообще дай Бог, чтобы такое больше никогда не повторилось. Этого дня – День Европы. Что вы думаете на эту тему? Даже не знаю, что сказать. Ну, это очень плохо, на мой взгляд, конечно. Является ли это каким-то, может быть, неуважением к нашей истории? Безусловно, да. Вот, и если была бы возможность пожелать что-то нашим ребятам на фуаронте, что бы вы им сказали? Будьте достойными, ребята, и возвращайтесь живыми. Хоть и маленькие мы были, но знаем, как после войны потом было. Нас было у мамы пятеро, и она осталась одна, отца убили. И всех вырастила, как могла. Мне внучка спрашивает, бабушка, как вы ходили летом, с чем мои бывшие? Показываю фотокадрочку. А мы там босикомы. Вот, и в школу уходили, и в лаптях. Вот и помнишь, такое время. Пойдешь в поле, собирать колоски, после, когда уже убрано все. Даже судили за это, что за картошку собирать ходили, что за колоски, уже убрано все было. Так мы мешочек возьмем, пойдем в поле, соберем. Вот мы его жевали так, а мясо мы его и вообще не видели. Уж потом, мне как я в шестой класс сходила, и маме дали просенка маленького такого. Она принесла в руде спрятанного, положила на кровать. А мы, как глупые дети, окружили. Нам интересно. И вот этот просеночек вырос, и мы его зарезали. Вот тогда мы мясо покушали. Радость. Люди гуляют. Люди радуются. Все, душа ликует. По телевизору Путина показывает. А если Путин спокойно себя ведет, значит, мы знаем, что все у нас в стране будет порядок. И он молодец. Да, вот мы уважаем этого человека. Смотрим за его деятельностью. Что он для людей, для людей старается. И поэтому пенсионерам, конечно, мы не в такой роскоши по деньгам. Но ничего. Что для вас означает 9 мая? Это моя история. История моей родины. Поэтому это святая дата. Я сама из Белоруссии. И для меня это Брестская крепость. Это Хатынь. Ну, это все. И это нельзя забывать. Мы должны донести до своих детей, внуков. Вот и все. А скажите, пожалуйста, кто-то из родственников бабушек, дедушек участвовал? Да, все дедушки. Бабушки были партизанскими женами. Одна бабушка у меня вдова. Дедушка мой был командиром партизанского отряда Могилевской области. Второй дедушка был партизаном. И одновременно был писателем. Писал. Был такой военный корреспондент, скажем так. Рядом с автоматом у него был блокнот и простой карандаш, где он писал стихи. Так что я помню. И главное, чтобы все это помнили. И самое главное, чтобы, наверное, не извращали эту историю. Чтобы ее не переписывали, а чтобы говорили правду. Все. Сегодня утром произошла новость. Владимир Зеленский у себя на Украине отменил 9 мая. И за место этого дня сделал День Европы. Что вы думаете на эту тему? Вы знаете, я, наверное, не буду на эту тему ничего говорить. Потому что, к сожалению, такая ситуация, что у каждого сейчас свое мнение. Я не буду это освещать. И финальный вопрос. Если бы у вас была возможность что-нибудь передать нашим бойцам на фронте, что бы вы им сказали? Которые находятся сейчас, чтобы все вернулись живыми. Самое главное, тоже больше без комментариев. А было еще какое-то трудное время. После войны этой. Ходили, надо было молоко сдать в колхоз, мясо. И вот пришли, подобрали у нас машинку швейную. Мама нас обшивала. А почему? Мама, как сейчас помню, плакала. Ой, оставьте. Она уже была старая. Ручная такая. Плакала. Оставьте. Мне ведь здесь надо... Она сама откала и шила нам платье. А те платья как кол. Он даже к силу не прилегал. А кто отобрал? Начальство. А почему? Ни молока не было, ни мяса. Ничего не издано было. Ничего снять было, да? А нас пятеро было. От вас-то нечего было бы? Да нечего, нечего. А отобрали машинку? Отобрали. Эта машинка, никому она не нужна. Она сразу же старая. Кому-то понадобилась. А это какой год был? Это было, сейчас скажу, не совру. Это было, наверное, в сорок пятом. Нет, в сорок шестом. А надо было обязательно отдать в колхоз. Вот не зря фильм показывает. Что для вас означает девятое мая? Все. Это новая жизнь, которая началась потом, после войны у наших родителей. Девятое мая – это День Победы. Он сам за себя говорит. Ведь сколько людей погибло, сколько пропало без вести. И, наверное, ни одну семью не обошлось. Были ли у вас там какие-то родственники, может, бабушки? Конечно. Получается, семья большая у моих родителей. Что у матери, что у отца. И там поэтому многое. Что у мужа. И там много родственников были. Кто погиб, кто остался жив, слава богу. На Украине Владимир Зеленский отменил 9 мая и сделал за место этого дня День Европы. Что вы думаете на эту тему? Ничего. Я в эту политику не хочу даже и думать. Потому что это очень несправедливое все. Неправильное по жизни. Даже не хочу на эту тему говорить. Про политику это не для меня. Если была бы возможность передать что-то нашим ребятам, которые сейчас там на Форонте, что бы вы им сказали? А им сказала победы. И сдал указ, в котором он отменил 9 мая. И за место этого дня он сделал День Европы. Что вы думаете на эту тему? Знаете, я хочу одно сказать. Они, украинцы эти, начальства, они дурью маются. День Европы. Какой с него там начальник? Наркоман. Одно время показывали, как он в каком состоянии был-то. И хочет, чтобы и тут так же молодежь развести. Правильно, есть продажные шкуры, есть. Этот Зеленский, он все придумает так, чтобы... Только вред от него. Вот только вред. Что-нибудь полезное, что не услышишь от него, не услышишь. Поэтому мы его не воспринимаем, как вот доброго человека. Вы понимаете? Мы нашего Путина любим. Правда любим. Он для людей старается. А этот, он просто так сказал, что где-то надо ему просветиться что-то необычное. Сказать, чтобы все похлопали, думать, все будут. Ну, конечно, у него есть свои хлопатели. Конечно, он для них и старается. А для нас он идиот и враг наш. Вот и все. На Путина, почему вот это на Кремле беспилотник был. Им злость берет, что он настоящий путний мужичок. Он всех людей жалеет. Что для вас означает 9 мая? Это великий день победы наших дедушек, наших всех родных, кто защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Кто пал смертью храбрых, кто кровью пролил, защищая свои рубежи. А какие-то, может быть, родственники или бабушки, дедушки у вас есть какие-то участвуют в Великой Отечественной войне? Зеленский у себя на Украине отменил 9 мая и, соответственно, сделал 9 мая днём Европы. Что вы думаете на эту тему? Мы любим нашу родину, мы болеем за неё, и мы ей преданы. Мы патриоты своей родины, и мы очень переживаем за тех, кто сейчас сражается на войне. За тех молодых, кто погибает. Нам очень жаль, печаль глубокая. И мы за нашу родину. Победа будет за нами. Если бы была возможность передать им какие-то слова, что бы вы им сказали? Мы гордимся вами, наши защитники. Мы молимся за вас. Храни вас, Господь. Мы верим в вас. И мы спим спокойно благодаря вам, что вы защищаете нас. Бережёте наш покой. И вы наши защитники. Гордость нашей Родины. А я бы сказала, дорогой солдат, я болею за тебя и за всех твоих друзей, чтобы вы выжили и воевали за нашу Родину. Жалко, конечно, но пусть стараются. Потом их отблагодарит начальство наше за то, что они Россию отстоят. Здоровья им. Скорее бы закончилась эта война. Замечка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...